Вот эта огромная трещина на склоне 16-й станции, по словам местных, образовалась около 8 лет назад. Сейчас из-за нее большая часть склона попросту нависает над пляжной зоной и угрожает обрушиться в любую минуту. Активизировавшийся недавно оползневой процесс начал медленно, но уверенно расширять и без того опасную трещину. Экоактивисты утверждают, что проблема оползней впервые громко заявила о себе в Черноморске, разрушив там целую улицу. Ныне стихия добралась до Одесского побережья. Если это происходит в Черноморске, то, естественно, этот процесс двигается дальше. Он заявил о себе сначала на Черноморке. И вот, как итог, он заявляет теперь уже о себе на 16-й станции, то есть уже, если так можно сказать, вошел в границы города Одессы. Более того, я думаю, что стоит не только обращать внимание на то, что происходит непосредственно на 16-й станции фонтана, и обратить внимание на то, что уже происходит на 10-й станции фонтана. Активисты утверждают, что под угрозой абсолютно все побережье города. 16-я станция – всего лишь локальная иллюстрация происходящих процессов. В профильном департаменте сообщили, что аварийный участок постоянно контролируется. И сейчас привлечены различные специалисты для решения проблемы. Трещина, как таковая, вот в том виде, в котором она сейчас существует, она существует сейчас, и наблюдение за данным участком побережья управление ведет, ну, около 8 лет. Соответственно, как бы, динамика развития, все остальное, оно, как бы, ну, повторюсь еще раз, в каждой ситуации, каждый участок характеризуется теми или иными какими-то проблемами. В результате наших совместных действий с специалистами разных направлений, в том числе со специалистами правительной академии и других лицензионных организаций, имеющих лицензию на исследование, на исследование, на проектирование, в этом направлении будет приниматься решение о том, что и какие мероприятия, как можно проще, быстрее и надежнее можно провести в этой ситуации. По словам чиновника, рассматривается сразу несколько вариантов выхода из ситуации. Проведение контролируемого обрушения, возведение подпорной стены или террасирование. Определиться обещают к концу текущего года, а к работам приступить уже в следующем. Пока, уверяет Геннадий Мирошниченко, прямой угрозы обрушения нет. Юлиан Аксенов, Наталья Довбыш, телеканал Репортер.